Хоба! Привет! С вами доктор Влад с утра пораньше. И какие у нас тут новости? Ну, во-первых, большое спасибо, мне еще один парень прислал деньжат на камеру. Так что потихонечку, наверное, соберется сумма, ну или хотя бы часть суммы. Вот, я уже говорил, что камеру-то я заказал, но с ней вообще детективная история. Потому что, ну, тут недалеко совсем Огайо, штат. И я посмотрел, по идее, 7 часов идет машина. Вот, и он мне отослал еще в четверг, сегодня воскресенье. Там у каждой посылки есть так называемый tracking number. Это означает, что я могу посмотреть, где она, вот эта посылка находится в каждый момент. И вот, значит, в Кривленд она пришла, Огайо. Вот, и дальше что-то тишина отправлена. Я ждал, ждал. По идее, там уже 28 числа она должна была прийти, то есть вчера. Но она не пришла. И опять на следующий день там же, вот, ну, где вот этот tracking number, опять то же самое, что она в пути, она в пути. Вот, ну, будем ждать в понедельник. Вообще-то первый раз такое. Обычно, ну, идет там, пришла туда, пришла сюда. Вот, а здесь что-то странное. Ну, посмотрим, доживем до понедельника, как говорится. Должна же она все-таки прийти. Ну, я говорю, это первый раз. Обычно посылки здесь ходят. Посылки, письма, любые отправления очень быстро и очень четко. Ладно, это наше дело. Температура у нас сейчас где-то около нуля. Но по календарю, по прогнозу погоды, это последний день такой вот. Дальше будут уже большие плюсы и ночью. Где-то плюс 10 и днем 25. Ну, в общем, как-то так. Это присказка. Сказка впереди. Я вот о чем сегодня хотел поговорить. С утра полез смотреть, какие новости из России. Вот, уже со страхом, потому что каждый день какая-то гадость. Каждый божий день. И все хуже, хуже. И вот думаешь, ну, наверное, это дно. Нет, это не дно. Но вот дно очередное. Сегодня я себе эту статью даже здесь вот на экран поставил. Ребят, я не знаю, как на это реагировать. Ну, в общем-то, знаю, наверное, и о своей реакции расскажу. Я не поленюсь, всю вот эту статью прочитаю до конца. Сначала и до конца. Да, смотрите. Это с цеха Москвы, но это просто новость. Общежитие одного из подразделений технического университета в Коме переходит на казарменное положение. Ребята, университет. Я еще подумал, что такое? Как это так может быть? Об этом объявил студентом один из его руководителей, в прошлом сотрудник МВД и ФСИН Василий Завьялов. ФСИН – это федеральная система исполнения наказаний. Ну, то есть тюрьмы разные там, зоны и так далее, да? Смотрите, дальше у меня волосы зашевелились везде, где только можно. Запрет холодильников, телевизоров, электроботовых приборов и даже компьютерах в комнатах. Никакой мебели, кроме стола, стула и тумбочки. Двери в комнатах снимут. На одном из этажей это уже сделали. Комнаты превратят в казармы. В казармах вообще двери есть. Так обрисовал будущую жизнь студентов лесного колледжа. Подразделение технического университета в Ухте. Новый руководитель. Он работал до этого в МВД, дослужился до поста начальника управления внутренних дел по Ухте. Он сказал студентам, что раньше работал в системе ФСИН. И дальше в кавычках. У меня полторы тысячи осужденных в строю стоял и ни один рот не открывал. Видео общения бывшего силовика со студентами выложил один из учащихся. Завьялов сообщил молодым людям о мерах, которые примут из-за пожара в одном из общежитий. При этом он общался со студентами грубо. На вопрос одного из них, как писать диплом без компьютеров, ответил молча, скрипя ушами. Завьялов также объявил, что студенты больше не будут есть в комнатах. А на вопрос, кровать будет, заявил, что здесь никто никого не держит. И предложил студентам снимать квартиру в городе. А также задавать поменьше вопросов. Завьялов также сообщил студентам, что в колледже идет процесс перехода к кадетскому батальону. Как оно вам? Нормально, да? Вот хам просто, стопроцентный хам, тупица, мужлан. Я не знаю, как еще сказать, да? И заведую детскими душами. Дети же, ну что там в университете. И я вспомнил у нас в детском доме, ввиду страшной нехватки воспитателей. Кто туда пойдет? Зарплата копеечная. А работа психологически с такими детьми очень тяжелая. Прислали старшего лейтенанта, женщину. Ее из милиции выгнали. Из детской милиции за хамство, за грубость. Из милиции выгнали за хамство и за грубость. Отправили к нам, воспитателям. И вот она, дали ей самых малышей, семилеток. У нас школьный был детский дом. И вот самых маленьких ей дали. Вы представляете? Ну, в общем, там, конечно, тоже были законы дракона. И, ну, это, это уму непостижимо. Но, ребят, а вот я так подумал, а что тут постигать-то? Вот я вспоминаю свое детство, да? Ну, и что? И все время вот в школе мы все время маршировали, да? Играли все время в войну. Все война, война. И я вот дальше, потом фильмы все военные. А я родился через, в 56-м году, это уже когда война кончилась, да? А потом учился в 60-е, 70-е. Все война, война. И вот сейчас опять война, война. Русские больше ничего делать не умеют. Только воевать, воровать. И все. Это вот такая нация, ребят. Это вот уже не надо говорить о какой-то там душе. Ни хрена никакой души нету. Схватить, украсть, убить, зарезать. Вот так оно и было. И у вас нормальный президент. Он такой же, как и вы. Другое дело, что всему миру оставшемуся это не нравится. И весь мир оставшийся, остальной, будет бороться с вами. Чтобы вот это вот зло искоренить. Это зло, оно произрастает из России. И уже убивают людей. То полонием травили в Лондоне, то теперь вот химическим еще, вот этим отравляющим веществом боевым травили. Ну и кому вы нужны? Никому абсолютно. И что удивляться, если даже вот миллионеров. Конечно, вот те миллионеры, которые вкладывают деньги в другие страны. Вот они, в общем-то, ну это, казалось бы, благо, польза, да, для тех стран. Для той же Англии, для той же Америки. Ну все, уже предел, потому что это деньги нечестные. И никто не хочет мараться, никто не хочет связываться. И вот одного уже показательно выпороли, Дерипаску, просто сняли штаны и выпороли. Вот и всем остальным будет то же самое, ребята. Если вы не хотите иметь с этим дело, убегайте. Это уже эвакуация, понимаете? Убегайте в любые другие страны. И оставляйте вот этих вот... Мне тут еще жуткий ролик. Несколько человек прислали. Бабки орут на камеру. Да здравствует Путин. Мы против телеграмма. Хотя никто из них не знает вообще, что это такое. Вот. Ну это страшное что-то такое. Делается уже все, уже предел. Ну предел, да. Вот я говорю, был мягкий Обама. Вот он уже мог нажимать как следует, да. Но он был мягковат, интеллигентный мужчина. Привык общаться тоже с себе подобными. Вот. Ну и вот Америка выбрала... Я не знаю, как это делается. Но вот выбрали все-таки. Хотя вот, ну, на взгляд любого американца, Трамп он... Ну какой из него президент? Никакой. Ну просто выбрали бульдога. Вот. Вот так вот. Поскольку есть Россия. Поскольку кому-то надо воевать с этой Россией. И вот выбрали Трампа, который вгрызся в это дело. И что бы он ни делал для Америки, но самое главное, что он противопоставил себя России. Вот. И что бы там ни вякали все вот эти депутаты и так далее. Он в конце концов Россию загрызет. Он схватил ее за шею, за горло мертвой хваткой. Так оно и будет. Вы хотите при этом присутствовать? Лично мне лучше смотреть по телевизору на это все. За океаном. Вот. Ну или хотя бы из другой какой-то страны. Но не внутри находиться. Потому что вы видите, какая гадость. Я с чего начал, тему заканчиваю. Уже все. Уже разметывают. Уже в университетах вводятся муштраи и казарменные порядки. Это только в одном месте. Это только что узнали. А что на самом деле творится. Ну рассказывайте. Если есть что рассказать. А вообще особо не рисуйтесь. Потому что могут к вам прийти. Вот. И в общем ничего хорошего из этого нет. Просто слушайте меня. Делайте выводы. Сами. Всего хорошего. С вами доктор Влад.